Возвращаемся к теме снега. В Кирове усилена работа по очистке тротуаров и дорог, сообщили в администрации города. В уборке задействованы более 100 единиц техники. Особое внимание уделяется подъемам и спускам, подходам к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и лестницам. Справляются ли подрядчики? Обсудим с нашим гостем в студии начальника дирекции благоустройства города Кирова Дмитрий Волтов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. А вот вы новый человек в администрации. Для начала расскажите немножко о себе, где работали, где учились. Ну, начинал я свою деятельность работая мастером в дорожной организации. Закончил я Саратовский государственный технический университет по специальности строительства автомобильных дорог и аэродромов. Значит, работал мастером, после начальником участка, далее работал заместителем директора, после чего ушел в МВД, отслужил 20 лет в МВД. И после этого, то есть, работал уже при переезде в Киров, работал в Атавтодоре заместителем генерального директора по общим вопросам. Далее был назначен директором дирекции благоустройства. Вы уже успели оценить фронт работ в рамках своей должности? Да, конечно, мне хватило времени оценить. Фронт очень большой, то есть, объемы грандиозные. Объемы также связаны, ну, в связи с предстоящими праздниками 650-летия города Кирова. То есть, это объемы по благоустройству, то есть, будем ремонтировать, производить ремонт, значит, покрытие проезжей части, тротуаров, скверов, парков, освещения. То есть, объемы очень большие, то есть, и их надо выполнить в кратчайшие сроки, то есть, к моменту проведения праздничных мероприятий. Ну, это можно назвать первостепенными какими-то задачами? Это самые главные задачи, то есть, на текущий год, озвученные, соответственно, и главой администрации, и главой региона. Ну, вот сейчас основная, пожалуй, проблема в городе – это уборка снега. Справляются ли подрядчики у нас? Да, я могу сказать, что подрядчики справляются. Мы основной упор, конечно, делаем на, ну, большие магистральные улицы, после чего отрабатываем уже периферию. То есть, поэтому, конечно, все сразу отработать невозможно, поэтому стараемся, ну, произвести очистку проезжей части, и именно по магистральным улицам, там, где осуществляется автобусное движение, то есть, и большее количество пешеходов, а также пешеходные переходы, то есть, места концентрации людей. Вот вы как-то работаете с горожанами, то есть, насколько вы открыты, можно ли к вам обращаться? Да, конечно, мы всегда на связи с горожанами, то есть, и готовы вести диалог с горожанами, прислушиваться к их мнению, то есть, у нас имеется, значит, единая диспетчерская служба, номер телефона могу я, то есть, дать без проблем, чтобы люди звонили и высказывали свои, ну, то есть, требования по очистке каких-то определенных улиц, каких-то определенных мест, где что-то мы, может быть, упустили. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли, ответили на мои вопросы, и напомню, у нас в студии был начальник дирекции благоустройства города Кирова Дмитрий Волотов. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем.